достал из заначки вот такой мультимедийный древний ноутбук посмотрим запустится он или нет заодно расскажу вам немножко о нем кстати его состав внутренностей на экране друзья представляю вам коротенький обзор ноутбука мультимедийного в свое время ноутбука компакт при царе значит сразу покажу его внешний вид внешний вид без замечаний аккуратненько компакт славились своим крепким корпусом так вот бяка упал металлический груз давно лет десять назад вот трещинка заклеена заклеена по хорошей технологии с содой видите даже следы соды остались это все очищается ерунда сейчас я сниму вот этот колпачок сейчас щелкну он тоже вот видите пострадал вот можете оценить качество с клиники обоих сторон он получается как сварной шов так вот то есть его недостатки родной жесткий и родной блок питания отсутствует но так что блоки питания которые хьюлитт пакротовские они отлично с нему подходят все аккуратненько все клавиши не затерты надписи чистенькие 1640 модель 1640 эта серия такая была компакт прессарио 2940 вот 1640 это один из ноутбук из этой серии вот такой управления громкости жидко-ристаллического индикатора мультимедийными кнопочками две колоночки и не просто так колонки еще и сабуферами вот такой аппарат и так друзья я подключил к нему стандартный хьюлитт пакротовский блок питания сразу заморгала зарядка аккумулятор но сразу предупреждаю аккумулятора как-то такого нет пустая коробка аккумуляторов нет время увы не щадит такие вещи включаю давайте я увеличу чтобы вам было лучше видно ноутбук сто лет не включался что он все правильно батарейка села так значит а м д к 6 266 мегагерц памяти значит 64 и 128 две планочки 195 500 показывает кэш 512 к мышь инициализирована диск fujitsu mhc 2040 40 так вот и все попробуем загрузиться моменты загрузки я буду немножко ускорять чтобы вы просто так не смотрели на одну и твою картинку так как этот ноутбук работал очень долго у нас когда уже даже морально устарел мы все равно работали на нем соответственно им установлено максимум что смогли впихнуть windows xp а а это и Продолжение следует... Продолжение следует... После поглощения NextGen компания AMD она доработала, поставив процессор FPU и стала производить его как AMD K6. Разрабатывался он для конкуренции с Intel Pentium аналогичным. И, соответственно, своей цели компания AMD добилась. Процессор AMD K6 стоил намного меньше Pentium, а выполнял практически те же самые задачи. Полноценно выполняю наборы инструкций EA32, 3DNow, RISC и MMX. Найдено новое оборудование. Понятно, перезагружаться... Давайте не будем. Давайте посмотрим, что у нас в компьютере есть. Заяв параметры системы мы с вами видим, что на компьютере установлена Windows Microsoft XP Professional версия 2002 года Service Pack 3. Процессор используется AMD K6. Частота тактовая 267 МГц и 192 МБ оперативной памяти. Открыв диспетчер устройств, мы можем видеть основные устройства, которые установлены на данный новобок. Установлен простой CD-ROM. Тошиба XM1702BS. Жесткий диск Fujitsu 2040. Звуковая карта ESS стоит 1869. Поконплей. Также видим установленные PCMCI адаптеры. И видеокарта Neomagic. И видеокарта Neomagic. Модель Magic Graph 128 ZV. Ну и повторюсь, что все это в комплекте с процессором AMD K6. 122 на 266 МГц. Составляла неплохой мультимедийный компьютер. А теперь, друзья, давайте посмотрим, что стоит в слотах PCMCI. Давайте сначала, как положено, извлечем карточку. Так, оборудование можно вынуть. Извлекаем. Вот стоит вот такая 4 в 1 мультикарта. То есть адаптер стоит для карточек. Вот можете увидеть его. И вот такая карточка. ММС. Вот такой ноутбук. Когда-то был популярен. Стоил бешеные деньги. Потому что был мультимедийный. На этом заканчиваю обзор. Спасибо за внимание. Всего доброго. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.